БОЛЬШИЕ НОВОСТИ С АНДРЕЕМ ШАШКОВЫМ НА РАДИО ГОЛОС БЕРЛИНА 18 часов в Берлине, в эфире БОЛЬШИЕ НОВОСТИ. Все, что нужно знать о событиях в городе, стране и мире за последние сутки, за 15 минут. Сегодня в программе. В России началась частичная воинская мобилизация. Германия заведомо отказалась признать референдумы, которые на конец недели назначила на оккупированных территориях Украины Россия и предложила реформу совбеза ООН. Правительство ФРГ национализировало крупнейшего в стране покупателя российского газа – компанию ЮНИПЕР. Программу представляет БПС Протект – надежный и опытный поставщик полного спектра услуг в сфере безопасности. Подробная информация на сайте bps-protect.de БОЛЬШИЕ НОВОСТИ Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. В обращении к россиянам Путин сказал, что мобилизации подлежат, цитата, только граждане, которые состоят в запасе. То есть, прежде всего, люди, которые проходили военную службу, имеют военноучетные специальности и боевой опыт. В указе Путина, впрочем, все несколько иначе. Тот состоит из десяти пунктов, первый из которых объявляет мобилизацию немедленно с 21 сентября, второй приравнивает мобилизованных к контрактникам, а третий определяет их уровень денежного вознаграждения. Четвертый пункт объявляет бессрочными контракты о похождении воинской службы, которые должны будут действовать до окончания периода мобилизации. То есть, граждане лишаются права разрывать их в добровольном порядке. Этот пункт может распространяться на всех контрактников и фактически удерживать их в рабстве у Минобороны, лишая возможности прекратить участие в боевых действиях на законных основаниях. А вот гражданские работодатели, согласно разъяснениям Минобороны, смогут спокойно увольнять мобилизованных. Согласно пятому пункту, выйти из контракта можно лишь по старости, состоянию здоровья или после приговора суда, связанного с лишением свободы. Впрочем, как из мест лишения свободы тоже рекрутируют на войну, мы уже прекрасно знаем. Шестой пункт указа возлагает на федеральное правительство обязанности по финансированию мобилизации. Седьмой пункт на официальном сайте Кремля просто-напросто отсутствует. Это пункт для внутреннего пользования, обращенный к Минобороны. Гражданам не положено знать полный текст документа, на основании которого их отправляют на войну. Соображением секретности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в этом пункте обозначено общее число людей, которых нужно мобилизовать. Предположительно, те самые 300 тысяч, о которых говорил министр обороны. Восьмой пункт назначает ответственными за мобилизацию рекрутерами руководители российских регионов. Вновь, как во времена ковида, на них, по сути, спихнули всю ответственность. А вот сроки и число мобилизованных определяет заказчик, то есть Министерство обороны. Девятый пункт предоставляет отсрочку от мобилизации работникам оборонных предприятий и устанавливает, что другие категории отсрочки определяются правительством. Десятый пункт огласит, что указ вступает в силу с момента публикации, то есть он уже начал действовать. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов заявил, что в первую очередь могут мобилизовать солдат, матросов, сержантов, старшины и прапорщиков в возрасте до 35 лет, младших офицеров в возрасте до 50, майоров, подполковников, капитанов 3-го, 2-го ранга до 55, полковников, капитанов 1-го ранга до 60 лет и, наконец, высших офицеров до 65 лет. В свете этих слов остается не вполне понятным совет, который все тот же Картополов дал россиянам не выезжать за границу и даже не перемещаться по стране. На всякий случай, что ли, непонятно. У нас огромный мобилизационный ресурс, больше 25 миллионов, то есть мобилизация затронет чуть более 1% от него. Эта работа будет проводиться планово. Здесь не предусматривается такой, знаете, широкозахватный комбайн, сито такое, чтобы всех захватить быстро. Так прокомментировал указ министр обороны Сергей Шойгу. И заодно добавил, что с начала так называемой спецоперации в Украине погибли менее 6 тысяч российских солдат, а у противника якобы более 100. А всем СМИ, кто сомневается в этих цифрах или кто будет рассказывать о мобилизации что-то, с чем не согласятся власти, Роскомнадзор оперативно пригрозил мгновенной блокировкой. Итак, никаких признаков частичности мобилизации в тексте указа нет. Согласно нему, Министерство обороны запрашивает от каждого региона столько резервистов, сколько захочет. Губернаторы обязаны этих людей призвать, правительство определить список исключений, если они вообще будут, и поставить мобилизованных на довольствие. Под мобилизацию, согласно этому документу, может попасть любой военно обязанный. В рамках мобилизации граждан призывают по повестке, но некоторые должны явиться сами. Глава адвокатского объединения «Агора» Павел Чиков сообщил, что мобилизованных оповещают по повесткам, которые по-прежнему вручают лично в руки под подпись. Но запасники, имеющие мобилизационные предписания, должны явиться в военные комиссариаты самостоятельно, не дожидаясь повестки. Телеграм-канал «База» сообщил, что повестки на мобилизацию будут приходить в том числе через госуслуги, после чего на этом портале произошел сбой. Однако в Министерстве цифрового развития эту информацию отрицают. Резервистам могут закрыть выезд из России после получения повестки. Опять же, прямо у Каса Владимира Путина право выезда не ограничивает, заявил все тот же Андрей Картополов из Госдумы. Но такие ограничения действуют с момента, когда люди, подлежащие мобилизации, получают повестку. Это подтвердил агентство РИА Новости, член Совета по правам человека Кирилл Кабанов. Из-за объявления мобилизации жители России стали скупать судорожно билеты в другие страны. Перед обращением Путина были проданы все авиабилеты в Стамбул на 21 сентября, почти все билеты в Ереван. На другие даты билеты в эти города доступны, но по резко выросшим ценам. После обращения президента россияне активно скупали билеты из Москвы в Минск. На этом фоне глава латвийского МИДа Эдгар Линкевич заявил, что по соображениям безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные и другие визы гражданам России, которые захотят уклониться от мобилизации. Позже примеру Латвии последовала и Эстония. Итак, куда бежать вашим родственникам и знакомым из России, если у них нет загранпаспорта? И сколько в этих странах можно провести времени? Оптимальный вариант Армения – целых 180 дней, Беларусь – 90 дней, однако есть риски выдачи, если такой запрос поступит со стороны России. Киргизия – 30 дней, Казахстан – 30 без регистрации и еще 60 с регистрацией по месту жительства. Если действующий загранпаспорт есть, пусть даже без виз, список вариантов, даже относительно дешевых, резко расширяется. Помимо всякой латиноамериканской экзотики, это Грузия, Египет, Израиль, Молдова, Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Таджикистан и Узбекистан, Сербия и Черногория, Южная Корея и Вьетнам и многие-многие другие. В российском фондовом рынке продолжился обвал, который начался еще накануне. После открытия торгов индекс Мосбиржи в моменте приближался к 2000 пунктов, а затем падение замедлил. Индекс РТС упал на 6 с лишним процентов, и это в дополнение к тому, что накануне на фоне планов провести референдумы на оккупированных территориях Украины и тогда еще только слухах о мобилизации российский, рынок упал еще почти на 9%, что стало максимумом с начала операции, с 24 февраля, когда рынки обвалились на беспрецедентный 30 с лишним процентов. Власти Украины, комментируя мобилизацию в России, заявили, что у жизни, цитата, «прекрасное чувство юмора». С таким заявлением выступил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, на 210-й день трехдневной войны россияне получили мобилизацию, закрытые границы, лишение свободы за дезертирство и спецотряды из заключенных. Все еще идет по плану, не правда ли? Сказал Подоляк. К нему присоединился министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он считает, что объявление мобилизации в России следует расценивать как признание Кремлям того факта, что вторжение в Украину провалилось. Никакие угрозы и пропаганды не могут скрыть тот факт, что Украина выигрывает эту войну. Международное сообщество едино, а Россия становится глобальным изгоем, заключил Уоллес. В целом, в Кремле масштабных протестов из мобилизации не ожидают, пишет со ссылкой на инсайдерские источники издания «Медуза». Один из ее собеседников, близких к внутриполитическому блоку администрации президента, заявил, что недовольство граждан, цитата, «ожидаемо, но не критично». Еще один собеседник добавил дословно следующее. Все равно большинство людей поддерживают специальную военную операцию. Для них будет достаточно аргументов президента, что мобилизация нужна для противостояния с целым НАТО, не только одной Украиной. А шибко недовольные пока могут уехать. Пока их никто не держит. Алексей Навальный на сегодняшнем заседании суда по своему очередному уголовному делу заявил по поводу мобилизации следующее. «Я не понимаю одного. Армия – миллион человек, Росгвардия – 350 тысяч, МВД еще полтора-два миллиона. Вон во ФСИН сколько народу. Зачем они гражданских людей будут призывать? То есть по стране будут туда-сюда бегать пять миллионов уклоняющихся, а за ними миллион ментов, чтобы кого-то куда-то мобилизовать. Значит, зэками ситуацию не вытянули. У нас сидящих сколько процентов по 228-й статье? От себя поясняют, что это статья за незаконное хранение наркотиков. Из них те еще солдаты. Им можно жалование героинам платить. Вот сейчас какие-нибудь ковровские работяги, имеется в виду город Ковров, 30-летние мужики, их же сейчас будут призывать, чтобы они где-нибудь там под Херсоном полегли. Это все ужасно. Думаю, из Москвы они не будут призывать. Призови из Москвы 50 тысяч человек, завтра 150 тысяч родственников на улицах будут протестовать. Уже сейчас понятно главное, что та преступная, агрессивная война, которая идет, она усугубляется. И в это во все Путин пытается вмешать как можно больше людей. Он хочет замазать в крови сотни тысяч людей. Конечно, это приведет к огромным трагедиям, огромному количеству погибших и точно ни к чему хорошему не приведет. Конец цитаты Навального. Петицию против мобилизации в России, запущенную на сайте Чинчорк, к началу вечера подписали свыше четверти миллиона человек. Движение «Весна» призвало к всероссийской акции протеста против мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным. Активисты предлагают гражданам собираться в 7 часов вечера по местному времени в центрах своих городов. С конца утра по берлинскому времени и с начала вечера по сибирскому пошли сообщения о первых десятках задержанных на антивоенных протестах в городах Сибири и Дальнего Востока. Прокуратура Москвы пригрозила участникам протестов лишением свободы до 15 лет. Если у вас в России остался кто-то, кто не хочет воевать, боится призыва, но по какой-то причине не может уехать, вот список организаций, которые могут помочь не на коммерческой основе. Гуглите такие названия, как Движение сознательных отказчиков от военной службы, Школа призывника, Призыв к совести, Адвокатское объединение Агора и телеграм-канал ее основателя Павла Чикова, Гражданин и армия, Служба поддержки, Комитет солдатских матерей и бонусом пара НКО для помощи тем, кто все-таки уехал или уедет в ближайшее время. Ковчег и гайд. Правительство ФРГ резко раскритиковало решение Путина. Канцер Олов Шульц выразил уверенность, что причиной мобилизации являются неудача российской армии в Украине. В Берлине напомнили, что Путину не только пришлось перегруппировать войска и покинуть район Киева, но и затем не удалось достичь желаемого успеха в Донбассе. Решение мобилизации является шагом по дальнейшей эскалации этой противоречащей нормам международного права военной агрессии, заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек. Он подчеркнул, что Берлин, цитата, разумеется, будет и далее всесторонне поддерживать Киев. Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хой Хозьген, к слову, уже выступил за поставку Германии боевых танков в Украину. Вот такая вот всесторонняя поддержка. Ранее напомнила настолько тяжелые вооружения, так же, как, например, и истребители. Киеву никто поставлять не решался. Шольц, выступая на Генассамблее ООН, обвинил президента Путина в империалистических устремлениях. Канцлер указал, что государства-члены ООН не могут позволить себе, цитата, сидеть, сложа руки, пока вооруженная до зубов ядерная держава, которая, ко всему прочему, еще и числится среди основателей Объединенных Наций, желает раздвинуть границы насилия. Шольц также призвал участников Генассамблеи не допустить, чтобы Россия победила в войне против Украины. Международное сообщество не может принять мирное соглашение на условиях, которые диктует Москва, уверен Шольц. Также он заявил, что Германия готова стать постоянным членом Совбеза ООН и попросил поддержать это решение. Сейчас постоянными членами Совбеза являются лишь Великобритания, Франция, США, Китай и Россия. Германия готова взять на себя большую ответственность в качестве постоянного члена Совбеза. Вначале в качестве непостоянного члена на 2027-2028 годы как страна, которая, цитата, соблюдает принципы ООН и которая выступает за сотрудничество и участвует в нем. Шольц также добавил, что следует провести реформы Совбеза ООН и его расширения, адаптировать правила института к реалиям 21 века. Германия много лет, как напомнил Шольц, выступает за расширение Совбеза прежде всего для того, чтобы включить в его состав страны глобального юга. Ну и, наконец, новость с экономического фронта все той же войны внутри самой Германии. В своей очередной попытке компенсировать потенциально катастрофические сокращения поставок газа правительство Германии заявило, что национализирует Юнипер, крупнейшего импортера российского газа в стране. Сделка это предусматривает выкуп Берлином финского владельца концерна компании Фортум за 500 миллионов евро и увеличение капитала на 8 миллиардов евро. Юнипер, напомню, сильно пострадал после того, как Россия остановила Северный поток-1 газопровод, вынудив компанию покупать газ на других рынках по гораздо более высоким ценам. Шаг этот последовал за принятым на прошлой неделе решением немецкого правительства взять под контроль три нефтеперерабатывающих завода в Германии, принадлежавшие Руснефти. Власти заявляют, что радикальное вмешательство в дела Юнипер оправдано, поскольку концерн, цитата, является центральной опорой немецкого энергоснабжения. И о погоде. Сегодня вечером в Берлине стремительное похолодание от 16 до 10 градусов, местами облачно, но преимущественно без осадков. Около 7 вечера, кстати говоря, протестовать против мобилизации в России собираются и в Берлине у Бранденбургских ворот. Завтра утром от плюс 7 градусов, днем до 15 и малооблачно. Мы слушали большие новости с Андреем Шашковым на радио «Голос Берлина». Оставайтесь с нами. Большие новости с Андреем Шашковым с понедельника по пятницу в 18 и 19 часов на радио «Голос Берлина». Если речь идет о безопасности, важной становится каждая деталь. Мы знаем их все. Ведь БПС Протект это больше, чем просто сервис охраны. Это полный спектр услуг. От персональной охраны и защиты объектов до обеспечения безопасности больших мероприятий. Это многолетний опыт, индивидуальный подход и гарантия профессионального исполнения при любой ситуации. БПС Протект. Вместе мы найдем нужное решение, учитывая все детали. Подробная информация на сайте bps-protect.de «Голос Берлина» «Голос Берлина» «Голос Берлина»